Слышу голос из прекрасного далека Голос утренний в серебряный рассвет Ниже это я, чтобы понятно было Дело в чем Впереди очень серьезный разговор Я опять же боюсь его с вами Открывать Вот Я только начну А потом про леснен даже читать не буду Почему? Я о чем Этот анекдот я когда-то рассказывал Кто-то помнит очень давно Приходит дальше потому что Статья написана учителем Я вспомнил анекдот Приходит учитель домой И жалуется жене Дорогая Я больше не могу учить детей Как? Что случилось? Понимаешь? Дети тупые пошли Как тупые дети? Бывает? Бывает Как? Ну пример приведи Я на доске нарисовал Показываю Рассказываю Тюрему Пифагора Не поняли Ни один не понял Собрался силами Второй раз рассказал Тюрему Пифагора Они опять не поняли Что мне оставалось делать? Я третий раз рассказал Тюрему Пифагора Наконец-то Сам понял Они так и не поняли И вот Чему я это говорю Я сейчас даже Мне с одной стороны Я восхищен Индрикова Наталья Витальевна Учитель биологии Она написала Прекраснейшую статью Фактически Это глава книги Должна быть так выглядеть Именно биологии Именно для этих самых Для средней школы Да Пока вот смотрите Вот это все Я сейчас боюсь Потому что Я сам немножко Начал уставать И вам тоже Вот И это все И действительно Что получилось Сейчас я чуть назад верну Вот Ну я ладно Сделаю сразу вывод Зная все это Ни один выпускник Скол не может Вырастить дерево Вот в этом Логика такая Учат 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 Мало того Доучились до того Что кто-то сказал Да Ты меря Хм Да Да это же Гении Как же теперь Быть то А давайте Дерево осветлять Давайте ветки Отрезать Что такое Один два процента Фу И мы улучшим деревя И доучились до того Что Сады исчезли Вишни то Вообще Пропали Миллионы Подряд Прямо Косят И все Вот Вместо этого Тонны тонны яда химикатов бесконечные эти, а эти же феи покажут, как это вот это купить, это купить, это купить изувечили дерево и давай его прыскать, ужас вот этот здесь получается лучше бы не знать представляете до чего бы мы дожили а вот это все должны дети знать и мы должны знать, я надеюсь, что потом кто-то из вас все-таки возьмет вот и второй раз включат этот же ролик он у вас будет, вот и что получается Крылов когда сочинял свою басню люди еще не знали, для чего дерева нужны листья самое страшное они сейчас, все вот эти супер специалисты, я рядом с ними так, пигмей потому что их толпа, а я против них один вот эта вот гигантская толпа не знает что ветки, которые они назвали листья, что они летом покроются листьями, они не летом режут они учат резать зимой ранней весной, так пишут ранней весной да, и листьев еще нет и осенью, когда лист упал они не знают и в тот момент скажи, как не знаю, конечно листья а какого хрена вы тогда поотрезали все это вот это все и получается все учились понемногу вот никакие они не ученые никакие они не специалисты они этого не знают и самое главное, что дурью так заморочили детям там этими самыми настолько заморочили детям голову что они ненавидят эту биологию ненавидят вот вот это допустим прочитать дети не освоят бесполезно понимаете а вот когда учитель вот такая вот ну это ж где взять-то они сами ненавидели биологию когда учили вот вот это я хотел сказать все ладно хотел еще раз найти ее фамилию Индрикова Наталья Витальевна путешествие по теме тайны зеленого листа а какой хрен половина листьев ушло в костюм ой все слышу голос из прекрасного водолета голос утренний серебряный рассвет подписка подписка подпишись воо